Очень красиво сказал блаженный Августин Не было времени, когда бы ты... Он обратился к Господу Богу Не было времени, когда бы ты не создавал чего-нибудь Ведь создатель самого времени ты Нет времени вечного, как ты, ибо ты пребываешь А если бы время пребывало, оно не было бы временем Что же такое время? Кто смог бы объяснить это просто и кратко? Кто смог бы постичь мысленно, что ясно об этом сказать? О чем, однако, упоминаем мы в разговоре Как о совсем привычном и знакомом времени Как не о времени И когда мы говорим о нем, мы, конечно, понимаем, что это такое И когда о нем говорит кто-то другой, мы тоже понимаем его слова Что же такое время? Если никто меня об этом не спрашивает, я знаю, что такое время Если бы я захотел объяснить спрашивающему, нет, не знаю Я скажу так Подавляющее большинство людей именно так же и смотрит на время Мне интересно было бы сейчас сказать о Фейнмане Употреблялась эта сегодня фамилия Вот, великолепный преподаватель Так вот, он сказал так Разберем сначала, что мы понимаем под словом время Что же это такое? Неплохо было бы найти подходящее определение понятия время В толковом словаре Вебстера, например, время определяется как период А сам период как время Я замечу, что Вот здесь я перерываюсь Я замечу, что во многих словарях В толковых словарях Есть вот такие вещи Определяют то же через то же Ну ладно Так вот, значит Однако пользы от этого определения мало Ну и в определении время это то, что меняется Когда больше ничего не меняется, не больше смысла Быть может следует признать тот факт Что время это одно из понятий, которое определить невозможно И просто сказать, что это нечто неизвестное нам Это то, что отделяет два последовательных события Ну, в общем-то, он так сказал Ну, Ожигов и Шведова предлагают То же самое, что насчет пространства Одна из форм существования бесконечно развивающейся материи Ну, в общем-то Определений много дано Но получается так, что Они нам не очень понятны Почему? Видимо потому, что определяется Не само время как таковое А даются характеристики, скорее всего Этому времени И поэтому Получаются Ну вот такие непонятности Почему же это происходит? Не в том ли загвоздка Что, опять же, выражаясь языком Канта Время как вещь себе не существует Но все же каким-то неявным образом Оно якобы присутствует везде И в этом смысле время родственно пространству В самом деле Продираясь сквозь дебри понятия пространства Мы вдруг осознали, что категория сия является абстрактной Следовательно, в нем ничего не существует И существовать не может И там, помнится, было сказано И после всех этих рассуждений Уже со спокойной совестью можно говорить о том Что формулировка Ничто не бывает вне пространства Если мы говорим не об осознании Верна Не верна На самом деле это пространство Якобы присутствует везде Не то же ли самое касательно времени Но это в части содержания Что же касается формы То, опять же, можно сказать, что Ну, как и в разделе пространства Значит, мы пытались В примере моем компьютерном Создать программу Вроде мы не закладывали Пространство Но это пространство там присутствовало И точно так же мы не закладывали время Но мы закладывали Там нет такой функции Заложить время, правильно, да? Хотя часы встроить можно Именно часы Но мы этого не делали Мы просто заложили Какую-то последовательность событий И у нас получилось время Но самое интересное, что Если мы, скажем, сделали компьютерную игру То, естественно, эта игра Должна быть интерактивной И пользователь будет Иметь возможность влиять на время Потому что он будет изменять Каким-то образом события Вот в таком духе Так вот Между двумя этими категориями Время и пространство Очень много общего Вот я и говорю А не следует ли здесь поступить Так же, как свое время и пространство То есть предлагается Вновь перевернуть привычное представление И тогда у нас получится Что не все во времени А время якобы во всем Ну вот Для того, чтобы Понять, что такое время Я предлагаю вот что Сидят два заключенных Одному говорят, что Через 60 минут тебя выпускаем Другому говорят, что Через 60 минут тебя казнят И вот представьте себе Для первого 3600 секунд Будут тянуться бесконечно долго А для того Которого Собираются казнить Этот час пролетит Как одно мгновение Согласны, да? Ну это чисто Вот так Мы устроены люди Значит Время можно измерять Не только Часами Не только секундами Вот Время можно измерять Любыми событиями По сути дела Вот токарь, например Вытачивает гайки Он должен вытащить За смену 100 гаек Вот он и будет Измерять Свою рабочую смену Именно этими гайками Вот Или нищий, например Собирает Милостыню Естественно Он будет измерять В рублях и копейках Потому что Часы ему не нужны Ему нужно насобирать Нужную сумму Чтобы потом Можно было идти Вот Даже взирая на мир С материалистической точки зрения Мы не можем утверждать Что природа матушка Каким-то образом Измеряет время Но нет у нее часов И никогда не было И никогда не будет Но в природе Происходят некие события Человек привязался К этим событиям И принял некую Условную единицу измерения Ради бога В большинстве обстоятельств Это очень даже и удобно Однако вернемся К собственному времени Без привязки его к часам Ведь нам надлежит Дать дефиницию этого понятия А она видится на данном этапе Вот такой примерно Время это абстрактная Философская категория Якобы присущая реальности И подразумевающая Существующую Последовательность событий Но я подчеркиваю Это предварительная формулировка Для того чтобы можно было Беседовать дальше Попробуем исследовать Эту формулировку И возьмем Ну к примеру Слово Сапог Вот Мы увидим Что Никакого Никаким образом Сапог Со временем Не связан Ну сапог и сапог Правильно Но если мы Заговорим о том Что Вот его пошили Вот Его выставили в продажу Кто-то купил Ну и так далее И тому подобное Мы увидим Что появляется Время То есть Происходит Что Имеет место События Вот И именно События Порождают Время Я бы вот так Выразился Объекты и субъекты Не находятся Во времени Но как бы Производят Это время Если становятся Участниками Каких-либо Событий Или процессов Короче Действий Объекты и субъекты Не находятся В пространстве Но как бы Создают его Своим присутствием Вот Так примерно Это выглядит С моей точки зрения А вот Относительно Времени Такое Высказание Оказывается Неверным В самом деле Если нечто Имело место Следовательно Имело место И некое действие Значит Можно вести Отсчет Времени От того Момента Я же Кажется Пропустил Немножко Ну ладно Получается Так Что если В пространстве Присутствует Нечто То мы можем Говорить Что оно есть Если его не стало То уже С точки зрения Простанства Его и нету А вот С точки зрения Времени Мы о нем Можем говорить Потому что Время Подразумевает И то Что было В своем Времени В своем Месте Я давал Дефиницию Некоторым Категориям В своей книге Так вот Качество Это философская Категория Подразумевающая Способность Исследуемого Объекта Конкретного Или абстрактного Иметь Присущее Ему Свойство Ну Событие Это результат Любого действия Я для чего Даю Вот эти Дефиниции Для того Чтобы На чем-то Базироваться В общем Из нашей Формулировки Времени Однозначно Вытекает Следующее Нет событий Нет и времени Для того Чтобы Все было Понятно Я предлагаю Следующий Эксперимент Скажем У нас есть Некий Ресивер И у нас Есть там Воздух Находится Под каким-то Давлением Мы можем Этот воздух Переместить Скажем В автомобильную Шину Можем Поднять Давление Можем Опустить Давление То есть Перемещением Воздуха Со временем Вот такие Действия Невозможны Ко времени Вообще Никакие Действия Применимы Быть не могут Потому что Оно абстрактно Так вот Время Вне Сознаний Не существует Если Что-то Где-то Имеет место Но нет Сознания Значит Оно Вне Времени В этом Смысле Так вот Время Абстрактно И потому Те куски Его Которые Как бы Нарабатываются Разными Параллельными Событиями Суммируются Не арифметически А логически То есть Дизъюнктивно Арифметически Суммируется Лишь то Что является Элементами Данной Последовательности Вот То как Например Если Предположим Нужно Выточить 50 болтов И 50 гаек Ну Пусть Время Одинаковое Допустим Он Время Может Складывать А гайки С болтами Сложить Не получится Вот Вот Так вот Любая Последовательность Событий До тех пор Пока Она не станет Достоянием Какого-либо Сознания Никакого Отношения Ко времени Не имеет Поэтому Само Выражение Производства Времени Достаточно Условно Как известно Информация Может быть И конкретной И абстрактной Вот вторая Вовсе Не нуждается В таких категориях Как пространство И время Ну вот Примеры 2 плюс 2 Равняется 4 Ни время Ни пространство Не требуется Оно Вне времени И вне пространства Я имею ввиду Те О которых Мы говорим Конечно Можно говорить О математическом Пространстве И там 2 плюс 2 Равняется 4 Будет записано Конкретные объекты И субъекты Становясь Участниками Событий Для данного Сознания Порождают В последнем Ощущение Времени И пространства Абстрактные Объекты И субъекты Обретаются Вне времени И вне пространства Вот так В общем-то Интересно Действительно Конкретные Повторяю Объекты И субъекты Порождают Абстрактное Время Очевидно Что время Не может Производиться Время Не может Фиксироваться Время Не может Измеряться Иными словами Никаких операций С ними Выполнить Невозможно В самом деле Если бы Истинное Измерение Времени Оказалось Нам по силам Тогда Необходимо Возник бы И вопрос О перемещении Хотя бы Одного События Или предмета За его пределы Но ведь Нет же Никому Не дано Сочетить Ни то Ни другое То есть Подобные Рассуждения По отношению Ко времени Являются Скажем так Внешними Если же Посмотреть На время Изнутри То можно Будет Сформулировать Следующий Тезис Время Способно Лишь Делать Вид Будто Бо Оно Властвует Надо Всем И Все И Все Но Сие Лишь Иллюзия Какая Иллюзия Является И надежда На то Что Время Возможно Управлять Что же Касательно Ходиков То Они Производят Именно Производят Отнюдь Не Время Но Некоторую Последовательность Событий Которая При осознании Интерпретируется Во временную Шкалу То же Самое Касательно И других Часов Разных Системных И Бессистемных Нет И не Может быть Таких Приборов Которые Были бы Способны Осуществлять Учет И регистрацию Времени Как нельзя Измерить Либо Зафиксировать Постранство И лишь Потому Что Немыслимо Через Посредство Чего-то Конкретного Оценить Нечто Абстрактное Для тех Из наших Слушателей Которым Мысль Заключенная В этой Рамке Показалась Неким Откровением Дополнительные Разъяснения Абстрактный Результат Работы Сознание Вне сознания Абстракция Не существует И существовать Не может Ну вот Скажем Возьмем К примеру Число 2 Чем можно Измерить 2 Ну если Это температура Термометром Если это Давление То манометром Вот То есть Можно Но просто 2 Измерить Невозможно В самом деле Можно рассуждать О числах Вообще Можно оперировать Числом 2 То есть Выполнять Все действия Доступные Математике Но ведь За границей Иметь Возможность Ниакого смысла 2 уже и нет Что-то мы Увлеклись Абстракцией Пора вернуться Понятием Более конкретным Так вот Часы Не показывают Время Они лишь Создают События Которые Принято Описывать Междометиями Тик-так И учитывает Эти события Просто Считает Свои Собственные Тик-так Ну Как известно Часы Состоят Из двух Систем Одна Система Производит События Вторая Система Интегратор Их Учитывает Вот собственно И все Можно Так Ну ладно Во множестве Расчетов И частных Бесед Маятник Обычно Никого Не интересует Подавляющее Большинство Людей Имеет Отношение Только К сумматору С показаниями Этого сумматора Мы сравниваем Последовательность Событий То есть Опять Возвращаемся К последнему Примеру Вообще Хотим Или Не Хотим На Наши Часы Имеет Единственная Задача Учитывать Собственные Наработки Для того Чтобы мы Сравнивали С ними Иные Процессы Я особенно Хочу Подчеркнуть Вот Когда мы Говорим О скорости О таком Понятии Как скорость Ну Все Сразу Думают Наверное Что тут Время Завязано Далеко Не всегда Есть Процессы В которых Время Можно Даже И не Учитывать Но Говорить О скорости Например Мы Подводим Какое Количество Теплоты Тепла Подводим Нагреваем Воду Скажем Растет Температура То есть У нас Есть Функция Температура Есть Аргумент Теплота Которую Подводим Вот Пожалуйста Мы можем Говорить О скорости Нарастания Температуры Не во Времени Не во Времени Можно Говорить А можно Говорить То есть Оно Во Времени Происходит Это Понятно Но Мы Можем Абстрагироваться Мы Можем Говорить О Скорости Скажем Ну В результате Того Что Мы Подаем Тепло Правильно Как Функция Теплоты Скорость Роста Температуры Да Скорость Скорость Роста Температуры От Теплоты В зависимости Хорошо Так вот Невозможно Сравнивать Несразмеримые Вещи Любые Последовательности Событий Непременно Содержат В себе Нечто Общее И через Это Общее Могут Быть Сравнимы То есть Вот Я Подчеркиваю Именно Последовательности Событий Если Нет Последовательности Событий То О скорости Беседовать Тоже И не Придется Казалось Бы Игра Это Постоянное Изменение Качественного Состояния Игровой Ситуации Но Когда Играют Люди Они Отвлекаются От Нашей Реальности Будем Говорить Так Они Живут В реальности Игры И они За временем Могут И не Следить То есть Преференцисты Зачастую До утра Засиживаются И Совсем Не замечают Сколько Времени По себе Знаю Вот Или Вот такая Штука Значит Вот я Примерчик Такой хочу Привести Вот представим Себе Посадили В камеру Человека Вот он Сидит Там И мы Можем Им Управлять Этим Человеком Очень Интересным Способом То есть Есть Такое Понятие Как Рассвет Закат Я занимался Автоматикой Поэтому Немножко Знаю Скажем В птицеводстве Делается Как Куром Вместо Ну Сутки В общем Им Разбивают На двое И Получается Так Что За сутки У них Проходит Двое Суток Как будто То есть У них 12 Часовые Сутки Возможно Такую Штуку Сделать Человеком То есть Вот Представьте Себе Мы Каждый День Будем На одну Минуту Ровно На одну Минуту Будем Сокращать День Режим Будет Жесточайший Человек Этого Не заметит И через Год Его Сутки Будут Уже 18 Часов Может Заболеть Может Не заболеть Можно 25 Делать Можно По-всякому Вот Вот Такие Интересные Вещи Можно Делать Ну Дальше Значит Вот Еще Что Вот Заметим Такую Штуку Вольтметр Ни в коем Случа Не порождает Напряжение Но Лишь Фиксирует Его Величину Термометр Ни в коем Случа Не порождает Температуру Лишь Фиксирует Величину И манометр То же самое А вот Линейка Только Своим Собственным Присутствием Якобы Порождает Некую Протяженность Которую Возможно Соразмерить С иными Протяженностями Или Их Соизмерять С ней И часы Якобы Порождает Время Которое Возможно Соотнести С иными Временами В чем тут Дело Почему Только потому Что Абтактная Категория Потому что Мы так Мыслим Так Ну это Можно пропустить В общем Дело в том Что у меня Мало времени Поэтому Я пропускаю Куски Мало того Что и так Сократил Очень серьезно Этот доклад У меня В книге И что Секунда Определяется Одним колебанием Маятника При длине Последнего Равной Одному метру Спасибо Так вот Я вынужден Был Очень много Выкинуть Только потому Что Времени Нет У меня Глава Где-то Страниц На 70 Ну ладно Так что Простите Если что-то Выпущу Так вот Теперь Я подхожу К тому Что надо Уже дать Дефиницию Понятия Время Время Категория Абстрактная Это по пунктам Пошли Сама по себе Реально Несуществующая Отсюда Вытекает Необходимость Следующего Положения Нет сознания Нет и времени Ибо Вне сознания Время Не существует Если мы Говорим Что время Вне сознания Не существует Следовательно Оно субъективно Но мы Не считаем Необходим Утяжелять Формулировку И потому Заложим Эту характеристику Так сказать Латентным образом В отсутствие Информации И речи Не может идти О времени Информация Которая Непонятным образом Создает время Складывается Не арифметически А логически То есть Дизъюнтивно Например На отваривание Одного яйца Тратится Три минуты Если В одной кастрюльке Варится Пять яиц То для их Приготовления Требуются Все те же Три минуты Следующий Пункт Реальность Это Пренепременнейшие Условия Для существования Времени Ибо она И только она Может являться Источником Информации Но Реальности Бывают разными Разными Следовательно Могут быть И времена Помните Как сказал Царь Давид В 89 Псалме Ибо перед очами Твоими Тысячи лет Как день Чарашний Когда он Прошел И как стража В ночи Ну вот так Примерно Время Сейчас На Вопрос Оставите Не знаю Очень хотелось бы Хотелось бы Да Один вопрос Пожалуйста Смотрите Итак Ваш доклад Вы начали с Езекеля Вы сказали Что Вероятность Исполнения Пророчества Это вы по Прошлому докладу Неваш Да Это связано Вместо Отношение Ко времени Итак Смотрите Вы сказали Что Вероятность Исполнения Пророчества Крайне мало Практически Нуль Подождите Еще Итак Вы это постулировали Дальше Вы говорили Дальше Вы сказали Ваш Логический Что Исходя из этого Вы предположили Что наш Исполнение Но я хочу Другое Спросить Связанное С этим Уплеждением В вашем Представлении Реальность Тварна Либо же Уже Задана То есть Когда Иезекиил Говорил Своё Пророчество Будущее Появление Израиля Уже Где-то Существовало Мироздание Или нет Я понял Или Это будущее Было Творением Творением Еврейского Народа Понимаете О чем Говорю Да Дело в том Что Согласно Моей концепции Философской Все В искусственном Мире В искусственной Реальности Все детерминировано Абсолютно Мы Имеем Огромное Количество Альтернатив Каждый день Сейчас Об этом Да я говорю Хорошо Мы имеем Очень много Альтернатив Но мы Выбираем Только то Что мы Должны Выбрать Вот таким Образом Устраивается Искусственная Реальность Я прошу Прощения Поскольку Вопросов Может быть Много Я хотел Бо Попытаться Кратко Резюмировать Своё Отношение К этому В котором И в этом Поле Может быть Мы тогда Какие вопросы Успеем Задать Зададим Я выключаю Какие ответы Успеем Дать Тоже Дадите Мне представляется Что в докладе Возникает Некое напряжение Что ли Разрыв Между абстракцией Философской Которая существует У нас В голове Субъективной Реальностью И объективной Реальностью Которая связывается С физическим Временем Физическим Пространством Почему только Абстракция Почему нет Конкретно Всеобщих Понятий И почему нет Сущности Объективной Время И пространства Это Номен И феномен Или это Что-то Раздельно Существующее Вот эти Вопросы У меня Возникают Есть ли тут Единство Какое-то Между Понятиями И Реальностью Между сущностью И феноменом Или Их Нет И только Абстрактно Мы мыслим Себе Время Или Воспринимаем Ощущаем Переживаем Пространство И время Как абстракции Чувства Так сказать Или Есть Что-то Конкретное Может быть Если Докладчик Как-то Откликнется На В моем Восприятии То Пожалуйста Просьба Ответить И потом Ваши вопросы Я бы сказал Что такое Время Для физиков Дело в том Что Я уже говорил Когда о пространстве Говорил Я дал Формулировку Дефиницию Понятия Пространства Как Категории Философской И предложил Как категории Физической Дело в том Что Физика Вне времени И вне пространства Решать Ниакие проблемы Не может И поэтому Надо конечно же Говорить И о Времени Как О категории Физической Так вот Время Как физическая Категория Это абстрактное Понятие Которое Будучи Соотнесенным Суммой Данной Стабильной Последовательности Событий Приобретает Свойства Квази Конкретного Можно сказать Проще Время Это физическая Категория Представляющая С собой Числовое Выражение Обусловленной Стабильной Последовательности Событий Это для Физиков Но Дело в том Что Мы Абстрактное Понятие Время Делаем Квази Конкретным И так же Мы поступаем Пространством Вот А на самом деле А на самом деле Физики Кто из философов Философов Не наоборот Значит Вот что Вольтер Именно так И говорил Если мне Объяснят Что такое Время Если мне Объяснят Физики Что такое Пространство Я Отвечу На многие Вопросы Так вот Я как раз Хочу сказать Я категорически Против этого Дела И объясню Даже почему Я занимаюсь Философией Как я уже сказал И когда Мне захотелось Попробовать Мою концепцию Сделать Приложимой Для решения Иных задач Я взял Две темы Это теорию Относительности И термодинамику И я исследовал Эти Проблемы С точки зрения Философии И пришел к выводу Что и то Несостоятельно И другое Несостоятельно Сначала С позиции Философии И я хочу Сказать так Если бы я не занялся Вопросом Времени Я не пошел бы Вообще Ну Заниматься Теория Теория Относительности Мне было бы Это и непонятно И неинтересно То есть Начинать надо Все таки С философии И философия Должна показывать Физике Куда идти А Пожалуйста Тогда вопрос Еще Еще Сейчас Можно Сейчас еще Я что хочу сказать Вот здесь Мы собрались Здесь среди нас Идеалисты Есть Материалисты И я хочу сказать Так До тех До тех пор Пока Не будет Определено Что же является Первичным А что вторичным Решать какие-то проблемы Просто нет смысла Это все равно Как возводить Вот мне нравится Бердяев Говорит По девяти пунктам Философия Там делится На всякие Разные категории Я выбираю И перечислил Что он выбрал Он просто выбрал Понимаете Я считаю Что надо Доказывать Тогда будет понятно Иначе он построил здание Ну грубо говоря Без фундамента Все Понятно Вашу позицию Пожалуйста Вопрос Присхождение термина Секунда И чему равна Секунда С древних времен А зачем я буду Отвечать на эти вопросы Я что на экзамене У секунды существовала Дометрической системы Нет Секунда С древних времен Это средний период Биения человеческих сердец Средний период Биения Секунда Секунда Кстати Это Насколько я помню Из терминологии Это второй Кажется Да Секунда Кажется А человек Способен Своими биениями Сердца Измерять угол Который он перед этим Измерил в глазах Поэтому разности Между пространством И временем Нет В отсутствии Наблюдателя Который через Расстояние Между глазами Определяет Размер И расстояние Обратное Обратное Цепло И через биение Сердца Тот же угол Объясните Еще раз Мне для простоты Еще раз Поясните Почему вы утверждаете Что наш мир Наша реальность Искусственен Просто По пунктам Раз Два Треть Искусственные Тварные Это разные Искусственные Тварные Это одно и то же Чтобы я понимал Одно и то же Под тварным Смотрите Еще раз Смотрите Не одно и то же Еще раз Но докладчик говорит Что одно и то же Он по-разному Понимает Говорите вы Смотрите Когда я говорил По пункту тварным Например Вот я могу палец То есть Задать вот так Вот так Вот так По-разному До того Как я сделал движение пальца Зафиксировал его Я задаю вопрос У меня все позиции есть Все варианты будущего Например Я просто выбираю Вы именно так говорите Что есть все варианты Для пальца Я просто выбираю Это означает секунду Смотрите Я не так сказал Секунду Но Яков Уважаемый Минута осталась Так он вам объясняет Как он сказал А потом вы свое А если я делаю Вот так палец Да Это кулуар Выслушайте ответ Вот как бы просто Формализация Я отвечаю на этот вопрос Просто У нас масса альтернатив Но мы выбираем То что нам предписано Все